Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Продолжаем знакомить вас с рецептами, которые берем из книги Конникова «Колбасы и мясок общенности» издательства 1938 года. Офигительная книга, сейчас зачитаю, что здесь написано от редакции. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы мясокопченности, утвержденные Народным комиссариатом пищевой промышленности СССР для предприятий «Наркомпищепрома». Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий и работников магазинов, торгующих колбасой и мясопродуктами. Очень классная книжка для новых зрителей, для новых подписчиков. Если вас интересует, в комментариях оставляйте свой имейл. Я вам пришлю ссылку на скачивание этой книги в формате PDF. Огромное количество колбасных рецептов. Причем все рецепты очень подробные, расписаны технологией. Книга иллюстрированная. Но, правда, прикол в том, что иллюстрирована она не фотографиями, а рисунками. То есть колбасы изображены художниками с разрезами, со структурой, как должны быть. Она очень потрясающая книга. Я считаю, что в 1938 году колбасы готовили значительно лучше и значительно более правильно, чем сейчас. Ну, собственно говоря, миссия нашего канала. Мы всегда призываем наших зрителей, наших подписчиков. Бросайте покупать сомнительные продукты. Но не хочу ругаться, которые под видом колбасы продают в магазинах сейчас. И делайте колбасы, сыры, пиво, алкоголь. Делайте все это в домашних условиях. Все это просто. И мы стараемся показать, что это действительно просто. Никаких заморочек в этом нет. Ну, кому интересна книга, пишите в комментариях. А мы приступим к приготовлению. Сегодня делаем любительскую... Любительскую же мы делаем, да? Любительскую колбасу высшего сорта по ГОСТу 1938 года. Вот книги изданы еще в СССР. Страны уже нету давно, а рецепты есть. И они очень модные, друзья. Для приготовления любительской колбасы высшего сорта, по рецепту 1938 года нам понадобится 350 грамм пресной, совершенно нежирной говядины, 400 грамм пресной нежирной свинины и 250 грамм свиного шпика. Сейчас вот руки от нас. Все пропало. В чем мы отходим от рецепта 1938 года? Тогда не было нитритной соли. И засолку колбасы делали с помощью селитры. Соли и селитры. Сейчас мы селитру не используем. Используем нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,5-0,6%. Совершенно безвредное содержание. Для приготовления на килограмм сырья мы используем смесь из 10 граммов поваренной соли и 10 граммов нитритной соли. То есть фактически содержание нитрита натрия у нас получается 0,3%. Ну настолько минимальное. Совершенно никакого вреда для здоровья, это точно. Но я не раз говорил об этом. Но в колбасе, в данной колбасе, то есть в сырых колбасах, допустим, нитритная соль нужна для того, чтобы она убивает болезнетворные бактерии. В вареных колбасах она в первую очередь нужна для того, чтобы колбасы сохранили цвет. Чтобы у вас колбаса на разрезе после тепловой обработки не было серое и неприглядное на вид. А была розовая и красивая. Также на килограмм сырья идет 1 грамм сахара, молотый мускатный орех и молотый черный перец. Все точные ингредиенты вы найдете в описании видео. Также текстовый рецепт тоже будет опубликован в описании. Естественно, как и любое сырье, для приготовления колбас в первую очередь нам мясо надо засолить. Есть два варианта засолки мяса. Можно нарезать мясо кусками где-то по 2-3 сантиметра, ну вот такими вот, к примеру, и засолить его на 2-3 дня. Можно для того, чтобы процесс убыстрить, мясо переработать сразу же в фарш и засолить его на сутки. То есть, когда мясо измельчено в фарш, ну, во-первых, оно значительно лучше специи принимает. То есть, мы сразу же добавим специи, чтобы мясо хорошенько пропиталось, чтобы у специй была возможность раскрыться. И значительно быстрее происходит сам процесс засолки. То есть, нам не надо ждать 2-3 дня в случае с вареными колбасами. То есть, есть колбасы, допустим, сырые колбасы, там от технологии засолки отступать не стоит. А в вареной колбасе, ну вот, мы экспериментировали и пришли к выводу, что засаливать фарш, ну, во-первых, быстрее, во-вторых, лучше, потому что мы даем время раскрыться специям вкуснее. Мне больше нравится вкус и больше нравится консистенция колбасы, когда мы засаливаем фарш, друзья. Сейчас я порежу все мясом и перейдем к процессу измельчения и засолки. Мяска подготовила к переработке. Перекручиваем ее на мясорубку с самой большой решеткой, которая у вас есть. Мы в данном случае используем решетку 8 мм. Правда, почему-то Лариса поставила 6 мм. Ну да ладно, потом будет проще измельчать. Если вы делаете засолку в кусках, то потом перед измельчением вам все равно придется перекручивать мясо на мясорубку, поэтому от этого процесса, ну, уйти от него не получится. Ну, вот так вот будет быстрее, уже проверено опытом. Перекрутили все мяско. Смешиваем с сахар смесью с солей. Равномерно распределяем фарш. Засаливаем. И сейчас фарш надо будет хорошенько вымесить, чтобы смесь соли и все специи равномерно распределились по всему фаршу. Шпик на момент, вот завтра мы будем готовить колбасу, на момент, когда мы будем готовить, нам шпик надо будет нарезать. Для того, чтобы его ровненько и аккуратно нарезать, его надо будет подморозить. Но при этом он не должен быть полностью замороженный. То есть не кладите его в морозилку заранее, а буквально до того, как будете резать, за полчаса, за 40 минут положите в морозилку, ну, за час максимум, чтобы он подморозился, тогда с ним легче будет работать. Хорошенько перемешиваем фарш, чтобы все специи равномерно, специи и соли равномерно распределились. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на засолку. При температуре 4-6 градусов подходит верхняя полка холодильника на сутки. А завтра перейдем, ну, уже непосредственно к приготовлению колбаски. Друзья, наш фарш засолился. Вот так вот он выглядит. Видите, какой он красивый красный. Сейчас будем его измельчать. Но в первую очередь нам надо, мое любимое занятие, нарезать шпик. Шпик нарезаем кубиками примерно 5-6 миллиметров. Мы его подморозили для того, чтобы он лучше резался и ровненько резался. В общем, сейчас я нарежу его. Ну как, нарезание не моя сильная сторона. Я сейчас Ларису попрошу. Ларис, нарежешь шпик? Конечно. Лариса нарежет. Пока Лариса режет шпик, я займусь измельчением мяса. Мы используем вот такой вот промышленный кутер. Но для измельчения подходит вот такой вот измельчитель от обычного кухонного комбайна. Пока мы не купили эту чудо-машину, мы пользовались вот этой вот штукой, друзья. Итак, на килограмм фарша берем 120-130 миллилитров ледяной воды. Фарш у нас охлажденный. Фарш имеет сейчас температуру где-то 3-4 градуса. То есть он стоял на балконе, на холоде. Специи у нас уже все добавлены в фарш. Ключевая позиция при измельчении, дорогие друзья, чтобы температура фарша не поднялась выше 10, максимум 11 градусов. Иначе при приготовлении колбасы мы получим оттек. Ну, собственно говоря, бульон будет отдельно, а сухой колбасный фарш будет отдельно. Чтобы этого избежать, чем меньше у вас измельчитель по размерам, тем быстрее в нем будет нагреваться фарш. Поэтому, если вы пользуетесь маленьким измельчителем, то вообще фарш можно охладить до 0-1 градуса, даже чуть-чуть подморозить. И следите, контролируйте температуру. В фарш добавим, как я уже сказал, про воду. Да, добавляем воду. И начинаем измельчать. В результате измельчения мы должны получить эмульсию. Это вот такая вот совершенно однородная, пастообразная масса. Это и есть основа для вареной колбасы. Ну, собственно говоря, это правильная эмульсия. Температура у меня сейчас здесь где-то около 8-7-8 градусов. Но я мерил перед тем, как делал паузу. Мерил, было 6 градусов. То есть сейчас 7-8. Получили эмульсию, теперь в нее надо вмешать шпик. Отготовили шпик. И теперь нам надо его ошпарить. Для того, чтобы края, так как он подмороженный, для того, чтобы края шпика оплавились немножко. И чтобы он хорошо вмешался в эмульсию. После этого будем вымешивать эмульсию вместе со шпиком. Вымешивание, дорогие друзья, в изготовлении колбас, ну, очень важный процесс. Вот очень многие блогеры этот процесс упускают из виду и не акцентируют на этом внимания. Во всех технологиях, во всех технологических картах вымешивание – это отдельный процесс приготовления колбас, которому обязательно надо уделять особое внимание. Мы вымешивать будем на планетарном миксере. Можно также вымешивать на ручном миксере. Можно и руками, но это очень неудобно. То есть, если нет планетарного, вооружитесь хотя бы ручным миксером. Я поместил эмульсию в чашу от нашего миксера. Запариваем шпик. Сейчас сольем водичку. И начнем вымешивание. Естественно, шпик, после того, как мы его отдали кипятком, мы его промыли ледяной водой, чтобы он настыл, чтобы он нам не поднял температуру фарша в целом. Также обратите внимание, если вы делали эмульсию на маленьком измельчителе, и она уже была близка к 10 градусам, то лучше ее поставить на полчаса в морозилку, чтобы она охладилась, потому что в процессе вымешивания эмульсия тоже будет нагреваться. Запускаем миксер и вымешиваем где-то в течение 5 минут. В результате у нас должна получиться вот такая вот совершенно однородная масса со шпиком. Видите, он полностью вмешался. И за счет того, что мы его ошпарили, он не будет из колбасы выпадать. Вот иногда, наверное, встречали колбасу, когда покупаешь с салом, это сало просто выпадает. Оно выпадать не должно. Оно должно быть единым целым. Вот в колбасе как бы единым целым. Поэтому производим такие действия. Теперь надо переместить весь фарш, шприц для набивки колбас, и подготовим оболочку. Будем использовать коллагеновую оболочку диаметром 80 миллиметров. Ну и, в принципе, для докторской колбасы узкие оболочки 60 миллиметров не очень подходят. Я бы взял бы и 100 миллиметров, но коллагена 100 у нас нет. Поэтому будем 80-ю набивать. Поместили фарш, колбасный шприц. Ой, задумался. Извините, пожалуйста. Разогнался куда-то. Поместили. Какая колбаса вылезла у нас. Ну, может, отложим ее в сторону. Или же будем набивать. Сейчас только подключу, да я ее поправлю. Прошу прощения, друзья. Я начал считать ворон. Пока считал ворон, колбаса захотела убежать. Набиваем вот так вот, как видите. Лариса собрала его. Ну, собрала коллагеновую оболочку. Кстати, коллагеновую оболочку на 3-4 минуты надо замочить в теплой водичке. И прижимает. Это лучше делать вдвоем. То есть, один человек прижимает и придерживает батон колбасы. А второй работает со шприцом. Набили батончик. И теперь надо его уплотнить и перевязать. Такими вот движениями в разные стороны, видите, Лариса перекручивает его, чтобы уплотнить колбаску. Я вооружусь шпагатом. Ну, на производственных условиях это происходит специальной машинкой, проволочкой. Мы в наших домашних кустарных условиях, естественно, ну, на производстве шприцы вакуумные для набивки колбас. Это дает то, что колбаса не имеет внутри пор. То есть, она совершенно однородная. Мы в кустарных условиях, конечно же, так набить колбаску не можем. Ну, стараемся, как можем. Но все равно поры внутри батона колбасы у нас остаются. Хорошенько перевязываем батончик с обеих сторон. Вот так вот надо его уплотнить. Подкрутить. И перевязать. Тоже лучше это делать вдвоем. Лучше, чтобы вам кто-то помогал. Потому что, ну, Лариса пробовала сделать это самостоятельно. Очень сложно. Практически нереально. Потом, если вы неплотно его завязали, главное завязать хорошо. Потом можно будет подвязать, то есть, снизу под этой веревкой еще несколько узлов сделать. Теперь, друзья, вооружаемся булавочкой и внимательно осматриваем колбасу. Если есть где-то пузырьки воздуха, прокалываем оболочку. И во время усадки у нас пузырьки выйдут. Ну, практически их нету. Ну, независимо от того, если их много, не бойтесь прокалывать. Лучше прокалите, чем оставить под оболочкой воздух. Теперь колбасу отправляем на усадку на сутки при температуре 4-6 градусов. То есть, можно ее просто положить в холодильник, на верхнюю полочку и пусть сутки лежит. А завтра приступим к термообработке. За 2 часа до термообработки колбасу надо будет переместить в комнатную температуру. То есть, вынуть из холодильника, чтобы она немножко отеплилась. Ну, в общем-то, на сегодня все. А завтра будем готовить уже нашу вареночку. В следующий день приступим к термообработке нашей колбаски. Первый этап – это этап обжаривания. Обжариваем колбасу в духовке при температуре 90 градусов, но желательно не больше. То есть, ну, не больше и не меньше. Плюс-минус 1-2 градуса. В течение 30 минут. После этого перейдем ко второму этапу – паровой варки. К этапу паровой варки надо приготовить емкость с водой, которую можно будет поместить на дно вашей духовки. В нашем случае это круглая сковородка. Через полчаса продолжим. Обжаривали полчаса. Теперь перейдем к следующему этапу – паровой варки. Извлеку отсюда колбаску. Ставим емкость с горячей водой. И опять-таки сверху возвращаем колбаску. Устанавливаем температуру в духовке 80 градусов. В батон колбасы помещаем кулинарный термометр для контроля температуры внутри батона. Этот этап термообработки – паровую варку – проводим до достижения внутри батона температуры 69 градусов. Конвекцию в духовке выключаем. И я забыл сказать, что обжарку надо делать с конвекцией. Варку без конвекции. Ждем, пока температура внутри нашей чудесной колбаски достигнет 69 градусов. К моменту достижения нужной температуры надо приготовить емкость с ледяной водой. Для того, чтобы колбасу охладить. То есть в нашем случае это должна быть кастрюлька, в которую полностью поместится батон колбасы. Таким образом, чтобы его можно было там утопить, чтобы он полностью был покрыт водой. Прошло 3,5 часа и температура внутри колбаски достигла нужных нам 69 градусов. Друзья, не рассчитывайте никогда на время. Надо мерить температуру внутри батона. Обязательно. Почему? Потому что по-разному греет духовки и разный объем колбасы по-разному нагревается. Помещаем колбаску в ледяную воду. То есть надо ее полностью окунуть в ледяную воду. Держим в ледяной воде минут 15. И после этого подвешиваем в прохладном месте. Просто мы на лоджии подвешиваем. У нас там температура где-то 6-7 градусов плюс. До утра. Чтобы батон полностью остыл. То есть в холодную воду мы ее помещаем для того, чтобы остановить дальнейший нагрев. А потом уже, когда нагрев остановлен, в прохладное место ее отправляем, чтобы она полностью остыла, сформировалась. И завтра утром уже будем дегустировать. На следующее утро можно разрезать нашу колбаску и посмотреть, что у нас получилось. Опа. А получилось у нас вот так вот. Сейчас покажу вам разрез. Крупным планом. И после этого продегустируем. Запах потрясающий. Смотрите, дорогие друзья. Какая красотуля. На вкус. Очень вкусная. Очень вкусная любительская колбаса. Вкус натурального мяса. Очень легкий-легкий аромат специй. Ну, вообще, в этих рецептах Конникова специй достаточно мало. Нам пока в руки не попала эта книга, мы добавляли значительно больше специй. Начали готовить по Конникову, добавлять именно специи по классическим рецептам. И вот мне колбаса все-таки значительно больше нравится. Потому что в современных рецептах большое количество специй, оно, ну, как бы завивает вкус самой колбасы. Тут именно вкус мяска. Почему-то шкурочка, ну, именно оболочка плохо снимается. Где-то была допущена какая-то ошибка в термообработке, не пойму где. Вроде бы все проходило правильно. Но, в любом случае, она полежит день и чистится будет отлично. Друзья, с удовольствием вам представляем рецепт 1938 года. Колбасы любительской высшего сорта, приготовленной по книге о Конникова. Колбаса просто потрясающая. Она мне, кстати, нравится больше, чем та любительская, которую мы готовили, ну, почти год назад снимали видео, готовили по современным ГОСТам. Реально значительно вкуснее. Естественно, мы будем готовить, ну, вот у меня такая цель, приготовить все рецепты, которые есть в этой книге. Потому что, ну, и колбасы, и мясные изделия другие получаются просто потрясающие. Очень мне нравится. Естественно, будем с вами делиться, дорогие друзья. И, естественно, призываем вас, переставить, заканчивайте покупать, в общем, всякие какашки, которые в магазинах выдают за колбасу. Делайте вкусные, классные колбасы сами. Это действительно круто. Во-первых, это полезно. Во-вторых, это дешевле значительно. И, в-третьих, вы четко знаете, что вы не едите там какую-то перемолотую методом механической обвалки кожуру и кости. А едите настоящий мясной продукт, дорогие друзья. Ну, а мы будем готовить для вас новые материалы. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх, если видео было вам полезно. Мы, естественно, будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...